У нас на прямой связи военный эксперт, полковник запаса Шаир Ромалданов. Добрый вечер, Шаир Мялин. Добрый вечер. Шаир Мялин, на саммите в Самарканде глава государства призвал страны ОТГ активизировать сотрудничество в сфере безопасности, обороны, оборонной промышленности. Вот какие вызовы, по-вашему, в настоящее время стоят перед организацией в целом? Ну, это само время требует именно такого подхода, потому что все, что сейчас творится в мире, те процессы, которые проходят в геопространстве, это говорит о том, что мы должны быть сильными. Соответственно, мир наш должен быть сильным. Тюрикоязычный мир должен быть сильный. Только сильный может себя защитить, только сильный может отстоять те права и те интересы, которые, как говорится, его затрагивают. На сегодняшний день, в принципе, вопрос консолидации, вопрос в какой-то степени, будем говорить так, сплочения близких по духу, по вероисповеданию, может быть, по взглядам. Это объединение, так называемое, оно сегодня оправдывает, потому что все политические процессы, и с момента, как вот сейчас проходит девятый саммит, будем говорить, тюрикоязычных государств, но если взять с первого саммита, с первого саммита по девятый саммит, в этот промежуток, тюрикоязычные государства увидели роль именно вот этого сплочения, и так будем сотрудничество между ними. Естественно, это сотрудничество должно идти по всем направлениям, в том числе и в военном. В военном направлении не в том плане, что мы планируем какую-то агрессию совершить и так далее. У нас есть общие планы, все экономические проекты, мегапроекты и так далее, могут быть, притвориться в жизнь только в мирное время. И тюрикоязычные государства на сегодняшний день, когда говорим о вопросах безопасности, это говорится о сохранении мира. Поэтому я думаю, что в этом направлении президент Азербайджана, господин Ильгам Алиев, и призывал, что мы должны объединиться с целью сохранения мира, и в этом мире, чтобы наши интересы, они могли развиваться. Поэтому я думаю, что дальнейшие шаги по сближению в этом направлении, в этом направлении я должен сказать, что может играть как бы пример для всех тюрикоязычных государств. Это наше, как говорится, сотрудничество с Турцией на союзническом уровне. Я думаю, что и во Второй Карабахской войне именно это сотрудничество проявило себя с самой хорошей стороны. И после этого в процессе на сегодняшний день развития экономических и мегапроектов направления, будем говорить, восток-запад через Зангизурский коридор, опять-таки мы являемся примером этого сотрудничества. Но что бы мы ни делали, какие бы экономические проекты мы ни строили, какие бы дороги мы ни строили, какие бы мы аэропорты и так далее, логистические сети не построили, если мы не сможем ее защитить, то в принципе грош цена этим всем проектам. Поэтому в сегодняшнем мире, когда терроризм поднимает голову, когда, как говорится, идет война и уже открыто говорят о Третьей мировой войне, я думаю, что только язычным государствам есть о чем подумать, есть вокруг чего сплотиться. И я думаю, что после этого саммита будут, как говорится, в этом направлении сделаны практические шаги. Шармель, вот на протяжении, как вы отмечали, многих лет в нашей стране проводилась огромная работа по развитию и как вооруженных сил Азербайджана, так и оборонной промышленности республики. Скажите, вот какие реформы в оборонной промышленности произошли на сегодня? Ну я должен сказать, что оборонная промышленность тоже после Второй Карабахской войны, она как бы получила второе дыхание. Второе дыхание, во-первых, потому что мы, оборонная промышленность, определила приоритетные направления развития. Второе дыхание, потому что та продукция, которую она производила, прошла испытания непосредственно во время боевых действий. С другой стороны, мы знаем, что у нас есть большие совместные проекты с Турцией, с турецкой оборонной промышленностью, военной промышленностью. У нас есть совместные проекты с Израилем. И с другими странами, с Пакистаном есть определенные проекты. Но я думаю, что именно развитие оборонной промышленности в Азербайджане, она оправдала себя, потому что во Второй Карабахской войне, если бы наша оборонная промышленность не была бы настолько развита, насколько и была к этому моменту, то, конечно, у нас могли бы быть определенные проблемы. И учитывая то, что патроны, как говорится, снаряды, все изготавливается у нас военной промышленностью, нашей оборонной промышленности, конечно, этот самый большой расходный материал, он, в принципе, мы не чувствовали в этом какой-то недостаток. Я должен сказать, что оборонная промышленность постоянно развивается, она активно участвует во всех выставках, касающихся вооружения, выставок вооружения. И на этих, как говорится, на этой платформе, именно азербайджанская продукция, она расширяет свою географию, сотрудничество, технического сотрудничества и, как говорится, продажи, будет экспорта той продукции, которой уже производит наша оборонная промышленность. Я думаю, что после Второй Карабахской войны именно обращение к продукции, которую выпускает азербайджанская оборонная промышленность, она еще больше стала привлекательной, появились новые проекты, и наша оборонная промышленность, она, как говорится, стала уже прибыльной. Поэтому я думаю, что эта прибыльность и это развитие даст нам новые, дает возможность для развития в тех приоритетных направлениях, которые мы определили. Это, конечно, прежде всего высокие технологии и, если так взять, направление беспилотных аппаратов, как говорится, других электронно-оптических приборов, а также то направление, которое требует именно использования высоких технологий. На сегодняшний день вооружение четвертое, пятое поколение затребовано. Это показала и война, которая проходит сейчас, к сожалению, на Украине. Поэтому я думаю, что на сегодняшний день у Азербайджана есть и что представить, и что производить, и что развивать. Потому что интеллектуально-научный потенциал оборонной промышленности Азербайджана на сегодняшний день существенно вырос. И тот опыт мировой военной промышленности, который есть в мире передовой, он на сегодняшний день изучается и притворяется в оборонной промышленности Азербайджана. Спасибо вам большое за ваш комментарий. Я напомню, на прямую связь со студией выходил военный эксперт, полковник запаса Шаир Рамалданов. Продолжение следует...